МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно 4 февраля, начиная с 2005 года, во всем мире отмечается День борьбы против рака. Эту дату провозгласил Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями. Она призвана повысить осведомленность общества о раке, привлечь внимание к способам предотвращения, выявления и лечения этого недуга. Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. В странах европейского региона летальность от этого недуга стоит на втором месте после смертности от болезней системы кровообращения. По данным Министерства здравоохранения Московской области, за 11 месяцев 2017 года показатель смертности от злокачественных новообразований снизился в регионе почти на 18% и составил 173,3 на 100 тысяч населения. По этому показателю Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе. В качестве профилактики онкологии врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, периодически проходить диспансеризацию, а также своевременно лечить хронические заболевания. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Кадетская школа в Люберцах снова открыла двери для детей. Напомним, в учебном заведении продлили каникулы на 25 дней после вспышки сальмонеллеза. Тогда порядка 130 детей и взрослых оказались в больнице. Школа должна была возобновить работу 10 февраля. Однако сделать это удалось раньше. Мария Антонова знает подробности. Проверить готовность кадетской школы к учебному процессу. И в целом оценить ситуацию приехал лично глава округа Владимир Ружицкий. Во время визита он посетил учебные классы и пищеблог. Здесь привлекались специализированные организации. Здесь работал Роспотребнадзор, который несколько раз брал анализы. И после профессиональных подходов в этой школе, где по данным Роспотребнадзора инфекция была ликвидирована, ее сегодня здесь нет. Кадетская школа возобновила свою работу с 1 февраля. Однако без организации горячего питания. Сейчас в пищеблоге проводятся ремонтные работы, складские помещения, морозильные камеры, а также закупается недостающее технологическое оборудование. Все учащиеся с 1 по 11 класс приглашены в школу. Но, конечно, те дети, которые выписались из больницы и находятся еще пока на амбулаторном лечении, они остаются дома, равно так же, как и сотрудники. Думаю, что в скором времени, после прохождения дополнительных бактериологических анализов, они смогут также вернуться в школу и присоединиться к процессу обучения. Отмечается, что примерно с 12 февраля школа будет работать в штатном режиме, с действующим пищеблоком и обычным расписанием. Сейчас же по нормам СанПИНА, без организации горячего питания. Обучение должно длиться не более 4 часов. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин посетил Люберцы с рабочим визитом. Он проинспектировал выполнение президентской программы формирования комфортной городской среды, Кроме того, вместе с главой округа Владимиром Ружицким он осмотрел благоустроенный в 2017 году центральный парк и встретился с жителями Люберец. Несмотря на непогоду, Евгений Хромушин вместе с главой Люберецкого округа Владимиром Ружицким побывал в центральном парке, который полностью преобразился в 2017 году. Были обустроены газоны и тротуары, установлено освещение и малые архитектурные формы. Также министр ЖКХ и глава округа выслушали предложение горожан. Проект формирования комфортной городской среды реализуется за счет средств президентского резервного фонда. Работы по благоустройству общественных территорий, а также зон отдыха будут продолжаться. И пенсионеры, и мамочки с детьми, и студенты, у которых каникулы, пользуются этим парком сегодня и получают от этого удовольствие. Поэтому эта программа будет продолжена в 2018 году, также президентская программа по формированию комфортной среды. И не менее 140 объектов у нас появится в этом году еще в Московской области. Мы до 1 мая должны поставить в том числе аттракционы, потому что они востребованы. Мы в этом же году должны здесь поставить такую кафешку. То есть здесь все сегодня в основном сделано для того, чтобы парк был комфортным для горожан. На ход благоустройства может повлиять любой желающий с помощью прямого голосования граждан. Парк уже так заметно меняется. Думаем, что весной он расцветет и будет благоухать. У меня есть такое небольшое хобби. Мы фотографируемся. И когда я показала снимки своим родственникам, они спросили, куда вы ездили. И никто нам до сих пор не верит, что это все есть у нас в Люберцах теперь. Работы по благоустройству центрального парка планируют завершить в июле 2018 года. Данил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Неприятный запах с полигона Торбеева полностью ликвидируют в 2019 году. Но предприятия начали внедрять инвестиционную программу по системе дегазации отходов. Это стало основной темой выездного совещания Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию. Вероприятие в Люберцах провели представители Министерства экологии Московской области, а также руководители различных структур городского округа. Объем погоды какой? 370 тысяч. Размещение отходов на полигоне. Значит, уплотнение, разравнивание и так далее. Это пересыпка всего полигона. Выездное совещание началось непосредственно на территории полигона Торбеева. Там представители Комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы ознакомились с деятельностью предприятия. Площадь объекта 25 гектаров. В год принимает до 370 тысяч тонн отходов из Люберец, Раменского, Жуковского, Котельников и даже Москвы. Это все вторичные отходы, вторичное сырье, которое мы получаем в сортировке. А куда деваете? На заводы, которые перерабатывают это все. Ну, здесь где ближайшие? По всей России. Уже на заседании в местной администрации глава округа отметил, что проблема экологии и сбора бытовых отходов стоит крайне остро в Подмосковье. Владимир Ружицкий добавил, что поступает масса жалоб и нареканий от жителей. Однако, несмотря на это, Торбиевский полигон по многим показателям превосходит другие подобные объекты в регионе. И понятно, те, кто занимается водоидным бизнесом, они заинтересованы, чтобы этот процесс шел, и какие-то меры они принимают на сегодняшний день. Но сегодня есть совершенно другие технологии, и сегодня об этом говорит и президент, и губернатор Андреевич Воробьев, что нужно строительство мусоросжигающих заводов, и по секторам эти заводы как бы определены. Вопрос о закрытии мусорных полигонов снова подняли еще в середине 2017 года. Сейчас эту тему активно обсуждают на всех уровнях власти. Цель одна – постепенно перейти на современные методы переработки отходов и рекультивировать действующие полигоны. В частности, и объект деревни Торбиева. Проектом эксплуатации полигона Торбиева предусмотрена и территориальная схема, которую утвердила правительство Московской области. Эксплуатация полигона завершается в 2021 году, и она как раз завершается рекультивацией. На заседании первый заместитель министра экологии и природопользования региона отметил, что сегодня в Подмосковье есть дефицит площадей по размещению отходов. И пока этот вопрос не решен, действующим объектам необходимо исправить недочеты. Так, на Торбиевской свалке отсутствует активная система дегазации. Оттуда и запах, на который часто жалуются жители. По словам директора предприятия, проект внедрения этой программы уже запустили на полигоне. В 2017 году мы заключили договор с российской компанией ДИС Энерджи, это Санкт-Петербург, которая работала вместе со шведами, работа по проектированию продолжается. Значит, планируем запустить систему свалочного газа, сбора свалочного газа в 2019 году. То есть, это полный объем. Значит, планируем свалочный газ перерабатывать в электрическую тепловую энергию. Также на выездном совещании Комитета по экологии и природопользованию Московской области обсудили вопросы раздельного сбора, сортировки и вывоза мусора, благоустройства территорий СНТ и ряд других тем. А также выслушали обращения жителей. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Прошедший 2017 год в нашей стране был объявлен годом экологии. Конечно, был богат на экологически значимые события в России вообще и в нашем округе в частности. Так, в апреле люберчане сажали деревья в память о Великой Победе. В сентябре массово участвовали в акции «Наш лес». Об этих и других интересных мероприятиях напомнили люберецкие экологи. Они подвели итоги работы за год. Наверное, ни один из вас здесь сидящий не пропустил две такие важные акции, которые были в этом году по восстановлению леса. Это акция «Лес Победы» и акция «Наш лес посадит свое дерево». В масштабных мероприятиях по озеленению округа тогда приняли участие по самым скромным почетам около 15 тысяч человек. Не обошлось и без съемочных групп телеканала ЛРТ. Наши зрители наверняка помнят яркие репортажи прямо с места событий. Среди неравнодушных тех, кто помогает посадить «Лес Победы» представители юной армии. Расскажите, ребята, с каким настроем вы сегодня? Что вы делаете? И самое главное для чего? Мы сажаем «Лес Победы» в память о Дне Победы на Великой Войне. Мы сейчас сажаем дерево и уже посадили достаточно много. Весь инвентарь участники акции получили на месте, так же, как и питательный обед с полевой кухней для тех, кто хорошо потрудился. И, как говорится, с песней и труд спорится. За хорошее настроение в лесу отвечали музыкальные коллективы. В рамках акции «Лес Победы» «Посади свое дерево» на 173 площадках округа люберчане высадили около 48 тысяч деревьев. Кроме того, в 2017 году в округе проходили и другие мероприятия экологической направленности. Отдельно стоит отметить масштабный антимусорный рейд «Свинья». Напомню, он проходил летом по всему Подмосковью по поручению губернатора области Андрея Воробьева. Люберцы не стали исключением. Мы сейчас видели, как вы совершили правонарушение, выбросили мусор не в контейнер, а рядом с ним. Зачем вы это сделали? Вы не мимо проходили летом по всему. Было принято распоряжение главы городского округа Люберцы о создании пяти мобильных групп, в составе которых находились органы полиции, технодзора, представители администрации, депутатского корпуса. Проводились рейды активные ежедневно, в том числе выходные дни. В рамках акции «Свинья» на территории округа провели 1356 рейдов и выписали штрафов на сумму 923 тысячи рублей. Как рассказала на заседании Лариса Конькова, начальник отдела по охране окружающей среды администрации округа, весь прошедший год на территории муниципалитета проводились регулярные обследования водоохранных зон рек на предмет чистоты. Мероприятия проходили с участием представителей администрации, общественной палаты, депутатского корпуса, а также активистов молодой гвардии. Кроме того, в рамках Года экологии в Люберецком округе проводилось немало мероприятий и с участием молодежи. Так, для детей организовали экскурсию на страусиную ферму, студенты активно обустраивали территории детских садов. Кроме того, в течение года во многих учебных заведениях проводились выставки экологической направленности. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Прошло очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберца. На этот раз народные избранники утвердили структуру администрации муниципалитета. Некоторые секторы отдела решено сократить или объединить. Такие изменения связаны с уменьшением численности аппарата администрации. Новая структура администрации городского округа действует с 1 января текущего года. Отныне в Управлении жилищных субсидий сектор по поселениям переименован «Сектор по территориям». В Управлении потребительского рынка услуги рекламы убрали отдел защиты прав потребителей. Сейчас эти функции переданы дирекциям муниципального учреждения. Из Управления предпринимательства и инвестиций убрали сектор стимулирования инвестиционной деятельности. Теперь этим занимается отдел промышленности и предпринимательства. Внесены изменения в части, касаемо заместителя главы администрации, который координирует вопросы жилищно-коммунального комплекса и благоустройства. Вы сейчас видите эти два блока под одним заместителем главы администрации. Луизия Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Депутаты Московской областной думы Игорь Кахана и Дмитрий Дениско отчитались в проделанной работе в 2017 году. Доклад народных избранников выслушали люберецкие депутаты, сотрудники администрации, а также члены общественной палаты и активные жители. На встрече присутствовал и глава округа Владимир Ружицкий. Каждому депутату Московской областной думы выделяется по 15 миллионов рублей в год на выполнение наказов избирателей. Городскому округу Люберс и в этом плане повезло, ведь сразу два человека отстаивают интересы муниципалитета на областном уровне. А это значит, что на решение первоочередных задач в округе из бюджета Подмосковья предусмотрено 30 миллионов рублей. В 2017 год мы полноценно отработали, освоили полностью эти 30 миллионов рублей. В основном эти деньги были потрачены в сфере здравоохранения и образования. Часть пошла на материальную помощь малообеспеченным гражданам. В частности, на ремонт и благоустройство объектов образования было потрачено 45% из этих средств. На решение вопросов в сфере здравоохранения – 35%, а часть денег направили на развитие спорта и культуры в округе. Кроме того, народные избранники рассказали о работе, проводимой с населением. Как отметил Дмитрий Дениско, 80% обращений граждан связано с материальной помощью. Мы стараемся всем оказывать помощь. Специальную программу мы тоже в данном случае внедрили, и они прекрасно работают. В конце встречи депутаты Московской областной думы ответили на вопросы. Они касались дальнейшего развития городского округа и первоочередных задач, которые стоят перед народными избранниками в этом году. Луиза Егязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Оптимизация уже существующих маршрутов в округе. Именно этой теме посвятили круглый стол Люберецкий пассажир. Он прошел в Тамирине, и участие в нем приняли представители администрации транспортных компаний. На встрече много внимания уделили 501 маршруту. Жители жаловались на неудобную схему его движения, в частности на то, что невозможно доехать до поликлиники номер 6. Кроме того, люберчане были недовольны и частотой движения автобусов по 346 маршруту. У нас регулярность, на самом деле, на этом маршруте она изменилась уже. Расписание мы повесили. Повесили, да? Повесили. Не везде, да, кстати, тоже к этому относится? Нет. Я сейчас хочу сказать, что мы начали вывешивать, и вот куст до высшей школы, от Коренева, здесь есть расписание. Этот вопрос остался открытым. Было решено, что администрация Люберец проведет мониторинг движения автобусов маршрута 346 для оптимизации его расписания. Кроме того, представители местной власти пообещали решить и другие транспортные проблемы. Безусловно, уже с министерством транспорта мы сегодня начинаем работу о том, чтобы наши межсубъектные маршруты Московской области, максимально мы не имеем права другой субъект катать маршруты, наши муниципальные, были максимально приближены. И чтобы вас уже не на Выхино нашего пассажира возить, это достаточно долго и тяжело, да? А уже к тем станциям, которые максимально приближены к городу. И это, еще раз говорю, станция Ухтомская и станция Новокосино. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, рассмотрят на совещании рабочей группы. По традиции в ее состав вошли активные люберчане и члены комиссии по безопасности дорожного движения. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе «Малая Павлина» снова ЧП. Отключение электричества повлекло за собой множество других проблем. Так, жители страдают не только без света, но и без тепла, а также от проблем с канализацией. Временные источники питания тоже оказались ненадежными. Даниил Михайлов продолжит тему. В «Малом Павлина» неприятности сменяются одна за другой. Но в этот раз на жителей свалилось все сразу. Вышел из строя единственный источник питания, из-за чего отключилось электричество. Если нет электричества, то и кушать нечего, и чай вскипятить мы не можем. Ну, соответственно, свечка на случай, если вдруг экстренно отключает свет. У меня ребенок, я инвалид. И вот куда хотите, туда бегите. Нам пойти некуда. Сбои в электроснабжении в «Малом Павлина» влекут за собой множество других критических проблем. С электричеством завязано все. И отопление, горячая вода. Насосная станция канализации. Электроплиты. Электроплиты, да. У нас все на электричестве. Мало того, что нет тепла и света, с канализацией тоже проблема. Она постоянно засоряется. В подвалах стоит вода. Квартиры первого этажа атакуют грибок и плесень. В подъездах сырость и зловоние. Вонь зловонная. Это дышать невозможно. Мы забегаем в подъезд с пулей до своей квартиры, как бы не промахнуться. Живем мы на первом этаже. И у нас плесень без конца на стенах идет. Писала я письма в ГЖИ, в Роспотребнадзор. Приезжали люди, измеряли влажность. Влажность была мега завышенная. Я меняла обои уже два раза. Как мне дальше жить, я не знаю. Вот этим вот самым всем я дышу вместе с ребенком. Какие болезни у нас будут, непонятно. Люди жалуются, что нечистоты вытекают прямо во двор, в ливневку. А значит и в реку Пехорка. Периодически проезжает осенизатор и откачивает сточные воды. А проблемы с электричеством временно решает генератор, который то и дело ломается и отключается. Хотелось бы попросить вышестоящих чиновников, чтобы нам все-таки обратили внимание на эту проблему и сделали нам вторую категорию надежности электроснабжения. Очень надеемся, что нас услышат и решат наши проблемы. Электричество в Малом Павлино все еще работает с перебоями. Между тем вопрос находится на особом контроле в администрации. В ближайшее время планируется большая встреча с жителями для решения наболевших вопросов. Даниил Михайлов, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В редакцию нашего телеканала стали поступать звонки от телезрителей с жалобами на то, что у них в магазинах не принимают к оплате купюры за стоимость в 2000 рублей. Мы решили проверить, так ли это, а заодно и выяснить, как отличить настоящую купюру от подделки. А от других денег у вас не будет? У меня в руках купюра достоинством в 2000 рублей. В обороте они уже с октября прошлого года, то есть больше трех месяцев. Несмотря на это, многие магазины до сих пор не принимают эти деньги к оплате. В чем причина, сказать наверняка нельзя. Одни магазины утверждают, что у них распоряжение от руководства, другие, что не работает детектор-банкнот. В любом случае нужно точно знать, как действовать в таких случаях. Помните, покупатель вправе расплачиваться любыми российскими деньгами, которые находятся в обороте. Доказательство своих слов можно открыть официальный сайт Центробанка и показать сомневающемуся работнику магазина всю информацию о новых деньгах. Как минимум в магазине нужно обратиться к администратору и попытаться ему объяснить данный вопрос. В случае отказа о принятии данных купюр, вы можете написать жалобу в Роспотребнадзор. Всю информацию вы найдете на официальном сайте федеральной службы. Кроме того, в Роспотребнадзор можно позвонить по бесплатному номеру. Несмотря на то, что новые купюры в обращении уже больше трех месяцев, многие их пока видели только на картинке. Пока нет, к сожалению. Просто видела информацию по поводу, как она выглядит. Но я думаю, что если бы я получила такую купюру в магазине, я бы не удивилась. С купюрой 2000 рублей я еще не сталкивался. Нет, даже не видела. Не получила еще. А некоторые говорят, что магазины не принимают такие купюры. Вы слышали от знакомых? От знакомых не слышала, по телевизору слышала, что да, говорили, что боятся. Говорят, похоже на фантики. Новые деньги и правда на привычные русскому человеку рубли как-то не очень похожи. Дело, скорее всего, не только в дизайне, но и в обновленных технологиях защиты. Одно из отличий – это голограмма в виде солнца, которая меняет свое расположение на купюре. Также на банкноте есть защитная полоса, на которой написано номинал купюры. Также на купюре расположены метки для слабо видящих людей. Это штрихи по краям купюры. На ощупь данные штрихи определимы. Также название билета Банка России можно ощутить руками. Номинал купюры можно ощутить, а также 2000 рублей, которые также прописаны на банкноте. Купюра номиналом в 200 рублей имеет такие же тактильные защитные признаки и группы меток по краям. Единственное ее отличие от 2000-й – это отсутствие голограммы в виде солнца. Еще один способ проверить купюры на подлинность – воспользоваться специальным приложением для смартфонов. Если банкнота настоящая, она должна ожить, когда вы наведете на нее телефон. Более тысячи безработных граждан стоят на учете в Люберецком центре занятости. По сравнению с 2016 годом количество официально нетрудоустроенных уменьшилось на 480 человек. С чем связано снижение уровня безработицы и какие вакансии остаются наиболее востребованными, узнавала наш корреспондент. В минувшем году более 4000 безработных граждан стали на учет в Люберецкий центр занятости. Большая часть из них, а это порядка 2800 человек, решили вопрос с трудоустройством. Кроме того, сотрудники учреждения помогли найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья. По словам директора центра занятости Станислава Вдовина, такая положительная тенденция связана с открытием новых предприятий. Порядка 1300 рабочих мест было создано только в городском округе Люберцы и плюс в других округах. Поэтому рабочие места все оборудованы современной техникой и зарплата более-менее нормальной стала. Средняя заработная плата в Люберцах, согласно данным центра занятости населения, составляет 56 тысяч рублей. На территории обслуживания казенного учреждения работает порядка 220 средних и крупных предприятий. И учитывая то, что у нас близость к Москве, где у нас порядка 40% работает именно на предприятии города Москвы, поэтому для Люберцкого района это на сегодняшний день достаточно. Хотя, конечно, у нас есть потребность в работниках. Наиболее востребованными считаются профессии, связанные с производством и строительством. Как и прежде, в городском округе есть потребность во врачах, педагогах и воспитателях. А самые недефицитные вакансии – это сотрудники полиции, пожарные, охранники и сторожи. В 2017 году представители этих отраслей искал всего 1% работодателей. Луизия Гязерян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Почти 4000 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов были пресечены сотрудниками госавтоинспекции в прошлом году на территории Люберец и соседних городов. Круглый стол на тему безопасности пассажирских перевозок провели в Люберецком отделе ГИБДД. В нем приняли участие представители Ространснадзора, администрации нескольких городских округов, а также транспортных компаний. С начала года на территории обслуживания отдела ГИБДД, куда входят Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарина, зарегистрировали 34 ДТП с участием транспорта, перевозящего пассажиров. В них пострадали 45 человек, четверо погибли. Статистика неудовлетворительная. Увеличилось количество нарушений правил дорожного движения. На территории обслуживания при назоре за дорожным движением причинено 3962 нарушения ПДД, совершенных водителями автобусов. Если вы посмотрите показатели прошлого года 2437, можно говорить о том, что на 30% больше стало нарушений. По мнению госавтоинспекторов, основная причина нарушений ПДД – это стремление выполнить денежный план, а также профессиональная непригодность водителей. Злостные нарушители набирают штрафы, а потом мигрируют из компании в компанию. Так, например, водитель, который работал в ООО «Автономия», с ноября работает в ООО «Рентранс», совершил 62 административных правовышения в области безопасности дорожного движения, имеет задолженность по штрафу на общую сумму 43 тысячи рублей. Как можно такого водителя взять на работу, я не знаю. В 2017 году пассажирские транспортные предприятия оштрафованы на общую сумму 1 миллион 28 тысяч рублей. Была прекращена деятельность 13 нелегальных маршрутов. Также на круглом столе обсудили возможности решения проблем аварийности. Руководители транспортных компаний призвали ужесточить контроль деятельности водителей. Рынок насыщен, маршруты пересекаются один с другим. И вы совершенно не владеете ситуацией, когда водители по своей воле начинают маршруты менять. А это и есть одна из причин, способствующих росту аварийности. Начинаются гонки и здрасте вам ДТП с пострадавшими. Было отмечено, что 33% всех ДТП совершаются в понедельник. Лучшие транспортные компании были награждены благодарственными грамотами за труд в организации безопасного дорожного движения. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 268 ДТП с пострадавшими произошли в 2017 году на территории Люберец и соседних городов. Сотрудники ГИБДД подвели итоги своей работы, а также рассказали о нововведениях, которые планируются в ближайшее время. За минувший год на автодорогах Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарина были зарегистрированы 9379 дорожно-транспортных происшествий, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 268 ДТП с пострадавшими. Погибли 18 человек. 317 пострадали. К сожалению, нам не удалось выполнить решение, которое предусмотрено Федеральной программой безопасности дорожного движения по повышению уровня безопасности. Есть определенные критерии. У нас увеличенное количество погибших. На возникновение ДТП влияют разные факторы. Это интенсивность движения и неправильное поведение водителей и пешеходов. Также увеличилось количество ДТП по вине дорожного фактора на 34%. Мы считаем прямо, что разметка горизонтальная, нанесенная в 2016-2017 годах, нанесена из рук вон плохо, служит она недолго и отсутствие этой разметки прямо влияет на уровень аварийности. В 2017 году, благодаря пропаганде безопасности дорожного движения, снизилось количество пострадавших детей. 291 водитель был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Это немного ниже, чем в 2016 году. Также на 30% снизились показатели угонов автомобилей. В госавтоинспекции рассказали о контроле сотрудников внутри отделения. В 2017 году к дисциплинарной ответственности привлечено более 30 сотрудников. Рассмотрено более 20 материалов на комиссию по служебной этике. И уволен один сотрудник по неуполнению условий контракта. Также в ГИБДД напомнили, что с 1 июля прекращается оформление бумажных паспортов транспортных средств. И планируется переход на ПТС в электронном формате. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Общественной палате Российской Федерации обсудили деятельность ресурсных центров в сфере национальных отношений. Опытом и лучшими практиками поделились руководители и представители организации со всей страны. Чем же отличился московский регион и в частности Люберцы, знает Анна Троян. Презентованный ролик о работе телеканала ЛРТ – яркий пример того, как СМИ могут успешно взаимодействовать с национальными общественными организациями. Журналисты компании активно освещают мероприятия, касающиеся межнациональных отношений на территории региона. На встрече, посвященной деятельности ресурсных центров, Екатерина Дегтярева также поделилась с коллегами опытом работы Московского областного отделения Ассамблеи народов России в Люберцах. Он был создан в середине 2016 года при Центральном ресурсном центре Ассамблеи народов России, то есть как отделение, а не как самостоятельная юридическая единица. Нам получилось связать между собой деятельности муниципальных общественных палат, от регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России, государственных органов, образовательных и религиозных учреждений и средства массовой информации, в частности телевидения. В итоге за период с 2014 по 2017 год изготовлено свыше 550 информационных программ. Дома национальностей, конфессиональные, межкультурные, общественные организации и ресурсные центры. Для обмена лучшими практиками их руководители съехались на круглый стол в общественную палату России со всей страны. Столичный дом национальности, к примеру, рассказал, как Москву, в которой проживает много народов, помогают объединить этно-туристические маршруты. Разработанное отделом экскурсионные маршруты наглядно демонстрирует, что наша столица веками была многонациональной, что представители разных народов неизменно жили здесь в дружбе и согласии. Разработано 53 этнических маршрута. Есть такие маршруты, как «Татары Москвы», «Белорусы Москвы», «Евреи», «Православная Москва». О своих проектах, направленных на сближение и дружбу народов, рассказали гости из Татарстана, Ярославля, Северного Кавказа. На севере, в Сибири и Дальнем Востоке различными мероприятиями поддерживают общины коренных малочисленных народов. За круглым столом участники встречи пришли к единому мнению. Ресурсные центры – это постоянная действующая площадка для активистов национально-культурных объединений. Основная задача – это укрепление единства российской нации. Поэтому, а как это? То есть, сказать легко, а как это на самом деле сделать? Поэтому я думаю, что нам предстоит очень активно поработать. И мы будем проводить и в течение года и окружные, и региональные семинары. Будем выезжать в регионы. По итогам встречи эксперты определили приоритетные направления, а также обсудили планы дальнейшего развития ресурсных центров в сфере национальных отношений. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Депутат Государственной Думы Лидия Антонова провела рабочее совещание с учителями и директорами люберецких школ. Педагогическое сообщество обсудило методы повышения качества образования в городском округе. Встреча состоялась в 15-м лицее. Одной из мер по улучшению качества образования депутат Государственной Думы считает членство педагогов в профессиональных предметных организациях. Это даст возможность учителям повышать уровень квалификации и развиваться. Немаловажным Лидия Антонова считает использование творческих методов при обучении детей. Узнать о них можно на различных форумах и семинарах. Еще один способ повышения уровня эффективности образования – развитие мотивации у родителей обучающихся. Мы сегодня хотели вас познакомить с тем предложением, которое мы даем для Люберецкого района. Мы надеемся, что оно вам интересно. У вас есть возможность пообщаться. И мы будем встречаться в следующий раз, когда начнем курсы по литературе русскому языку, биологии, химии и по начальной школе. Поэтому подумайте о том, как ваши педагоги в этом будут участвовать, а потом посмотрим результаты и будем думать, как двигаться дальше. Запись будущих первоклассников школы началась с 1 февраля. Заявления родители могут подать как через интернет, так и более привычным способом – отнести сразу в образовательные учреждения. На следующий учебный год в Люберцах планируют набрать более 3,5 тысяч детей. Савелий и Никита – лучшие друзья с самого рождения. Они вместе ходили в детский сад, а сейчас мечтают учиться в одном классе. Записью в школу их мамы затягивать не стали. Принесли документы в первый день приема. Чтобы быстрее записаться и ждать спокойно того времени, когда мы отправим своих детей в первый класс. Чтобы не в последний день делать все важные дела. Действительно, запись в школу лучше не откладывать в дальний ящик. В шестой школе предусмотрено всего 50 мест для будущих учеников. В этом году в учебном заведении будет сформировано два первых класса. На текущий момент у нас подано уже более 30 заявлений на обучение. В первую очередь записываются к нам дети, которые проживают по нашей территории. Но также могут подать заявление те дети, которые проживают по соседним территориям. Но сделать это можно только с 1 июля. Лишь при наличии свободных мест учебное заведение готово принять детей из незакрепленных территорий. Как и прежде, заявку на поступление в школу можно подать непосредственно в самом образовательном учреждении, в МФЦ или самостоятельно через сайт регионального портала государственных и муниципальных услуг. Но в этом году в порядке предоставления документов произошли некоторые изменения. Если ранее достаточно было через РПГУ подать только заявление и потом предоставить документы в организацию, то на сегодня необходимо на сайте сразу прикрепить все необходимые документы для поступления ребёнка. Перечень необходимых документов не изменился. Это паспорт родителей, свидетельство о рождении ребёнка, а также справка о его регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Подав документы через портал госуслуг, родители обязаны в течение трёх рабочих дней принести в школу оригиналы документов. Мы рассчитываем, что на 1 сентября 2018 года мы примем в первые классы, которых у нас будет порядка 123-3700 первоклассников. Мы рассчитали все свои возможности, мощности наших учреждений, предусмотрели также и новые микрорайоны, которые сдаются. К слову, в микрорайоне 7-8 1 сентября распахнёт свои двери новое общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1100 мест. Это дополнительный корпус гимназии номер 16 «Интерес». Строительство объекта уже завершено. В настоящее время там производится сборка мебели и монтаж оборудования. Луиза Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Настоящие смельчаки среди нас. Ученица Замелинской школы номер 14 Маша Неанилина спасла жизнь тонущей девочки. За мужественный поступок она получила награду от губернатора Московской области в рамках всероссийского гражданского патриотического проекта «Дети-герои». С восьмиклассницей, которой не понаслышке знакомы слова мужества и храбрости, пообщался наш корреспондент. Никто и подумать не мог, что 14-летняя Маша окажется настоящей героиней. Одноклассники о ее храбром поступке узнали только сейчас, спустя полгода. Летом, отдыхая на речке, Маша случайно увидела, как маленькую девочку течением уносит от берега. Вижу, как она начинает кричать, что помогите, и начинает погружаться в воду. Я сначала вошла в ступор, я думала, что сделать, и просто как вот... Но не растерявшись, Маша бросилась к девочке на помощь. Сквозь все, сквозь камыши и собственный страх. Она от испока начала лезть на меня. Я пыталась ногой нащупать берег, думала, там не слишком глубоко. Но оказалось, что там был ил, и он начал засасывать меня. И получается, я начала тоже сама погружаться. Потом я ей сказала, успокойся, взяла ее на спину и начала плыть к берегу. В подобной ситуации сложно не растеряться. Маша до сих пор не может понять, как все произошло. Вот это начинается адреналин. Когда ты не понимаешь, как я это сделала. Этот момент, это прямо, мне кажется, навсегда я запомню. На ее месте я бы немножко даже растерялась, позвала взрослых для начала. Поэтому я считаю, что Маша очень достойна уважения. И не зря к ней в классе все-таки относится так хорошо. Помимо учебы в школе, Маша играет на фортепиано и поет. В свободное время любит кататься с друзьями на коньках. За отвагу и решительность она стала участницей гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», где получила награду из рук губернатора Андрея Воробьева. В Совете Федерации сложилась добрая традиция, очень важная и почетная. Это награждение молодых героев. Дети, которые, казалось бы, еще очень далеки от взрослой жизни, совершают мужественные и важные поступки. Как вести себя в экстремальных ситуациях, Машу учит ее папа. Сейчас она всерьез задумывается об учебе в МЧС, чтобы и дальше спасать людей. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Учиться бесплатно – одно из главных желаний многих людей. В Люберецком ДСАФе будущих армейцев учат на водителей категории С. За пару месяцев они получают образование, которое пригодится им не только во время службы в вооруженных силах, но и в обычной жизни. Построение, перекличка – все как в армии. Только до призыва эти ребята хотят еще получить образование. В Люберецком ДСАФ с будущими учениками провели вводную лекцию. Им вручили напутственные адреса от главы округа Владимира Ружицкого и ответили на все волнующие вопросы, отметив, что у ребят есть самое главное – интерес к обучению. Во-первых, это бесплатное образование получить, и хорошие возможности есть в будущем. Нужно быть патриотом своей страны, и каждый мужчина должен пойти и отдать свой долг родине. Категория СМ не дает возможность быть водителем в армии. Желание до призывников получить бесплатное образование похвально, отмечают преподаватели автошколы. Однако в этом году, замечают они, снизился план на обучение со 100 до 60 учеников. Главная задача этих мероприятий, чтобы молодежь поняла, что в армии их ждут, вот, ждут подготовленные людьми. Поэтому наша задача – их подготовить, чтобы они получили уже здесь специальность. Поэтому на подобных встречах им наглядно демонстрируют важность выбранной профессии. После показа фильма об автошколе ДСАФ ребята посмотрели классы, а также технику, на которой будут проходить обучение. Вы можете на сцене посмотреть, как разбираются фильтры, как разбирается тот или иной агрегат. Отметим, обучение длится 4,5 месяца. После чего ребята сдают экзамен и получают диплом об образовании. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Грация, легкость и красота. На стадионе «Урожай» в Томилене прошла матчевая встреча по фигурному катанию среди спортсменов 5 и 6 лет. Участие в соревнованиях приняли 70 человек. За выступлениями юных фигуристов наблюдала наша съемочная группа. Пять раз в день по несколько часов занятий на льду. Взрослый ритм для еще юных спортсменов. Ксения Оборонова из Томилина, одна из первых, выступила на матчевой встрече. С руссконародным танцем под песню «А он мне нравится» она получила 8,8 балла. «Он мне понравился, что можно на леду выступать. Мне не тяжело было, но больше всего я волновалась». Первым шагом в большой спорт мама Ксении Ольга Оборонова признается рада. И не жалеет, что три года назад решила отдать ребенка именно на эту секцию. «Ну вы знаете, Ксюша такая артистичная, любит петь, любит русские народные песни. Поэтому вот ей понравилась эта песня, она ее выбрала. Ну а мы уже постарались, сшили костюм. Первое соревнование, погода сегодня достаточно холодная, они все первый раз такие наряженные. Вот, то есть они очень волнуются, и родители тоже». Спортсмены выполняли норму юный фигурист. Она включала в выполнение определенных элементов. В целом выступление оценивала жюри по десятибальной шкале. «Наш вид самый красивый. Он очень грациозный, очень красивые костюмы, я думаю, сейчас очень интересная музыка. Сейчас родители сами выбирают. Наши дети привыкают слушать хорошую, красивую музыку, грациозно скользить по льду. Ну и, конечно же, основная задача наша – это оздоровительное направление». Отметим, это традиционные соревнования. Открытое первенство по фигурному катанию на призы стадиона «Урожай» проходит уже более десяти лет. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах проходят масштабные соревнования на Кубок ГТО. В них принимают участие порядка 30 тысяч школьников со всего городского округа. В течение пяти месяцев в каждом учебном заведении определят сильнейших спортсменов, а 31 мая состоится торжественное награждение победителей. На днях масштабный проект «Кубок ГТО» стартовал в школе номер два. Сначала свои спортивные возможности показали самые маленькие воспитанники учебного заведения. Они выполнили такие нормативы, как прыжки в длину с места, упражнения на пресс и отжимания. Через две недели эти же испытания пройдут ученики средней школы. Чуть позже выступят старшеклассники. «Нормативы такие, как бег 100 метров, 60 метров, мы будем выполнять весной, когда на улице, на площадке будет это возможность делать. Дети для того, чтобы получить золотой значок, должны выполнить 7-8 нормативов». Соревнования на Кубок ГТО городского округа Люберцы стартовали 15 января. Они будут проходить до конца учебного года. По итогам проекта команды, занявшие с первого по третье места, наградят призовыми кубками и памятными дипломами. Кроме образовательных учреждений, спортивные состязания также пройдут на территории ФОКО, Труд и семи стадионах округа. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Наталья Григорьева, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова